Завели уголовное дело в Новокуйбышевске. Вроде бы хорошо, вроде бы система работает правоохранительная, и скоро преступники будут наказаны. Но нет, не все так просто. Стучались двери ногами, руками в моей квартире. И у меня организм сработал. Я попал в реанимацию, бежал в больнице 10 дней. Кричали, кричали телезвезда, что-то кричали, что скоро твои выступления закончатся. Потом содержимое этих папочек отправляется в соответствующие органы, которым очень интересно, что происходит. Здравствуйте, Самарская область, Новокуйбышевск. Мы уже сделали несколько фильмов о том, как в Новокуйбышевске в Самарской области воруют нефть. С помощью врезок в трубопровод. Сколько денег зарабатывают на этом, на всем. Куда эти деньги потом идут? Кто к этому причастен? Есть там такой ОПС индейца. Ее лидер, предположительно, это Сергей Полужнов. После того, как вышло наше видео крайнее, где Татьяна Шарапова рассказала, как у ней похищают технику. Люди, связанные с ОПГ индейцы, завели уголовное дело в Новокуйбышевске. Вроде бы хорошо. Вроде бы система работает правоохранительная. И скоро преступники будут наказаны. Но нет, не все так просто. После того, как вышел ролик, было заведено 4 уголовных дела. Пятое дело находится на дознании. Но дела идут ни шатка, ни валка. То бишь, они так потихонечку-пригонечку. Следователь обмолвился, что существуют свидетели, которые видели, как я якобы продавала эту технику. Ну, что априори не может быть. Так как в ПТС-ке стоит не моя подпись. Это по продаже одной единицы. Договора о купле-продаже на две единицы, они просто априори не могут быть подвержены экспертизе, так как они залиты в АКБ. И на месте моих, якобы, ну, где должна быть моя подпись, протерты дыры. Просто дыры. Как удобно, да? Что там, где должны подписи быть, шараповые, да? Которые, ну, можно просто взять подпись эту, провести экспертизу и сказать, она подписывала этот договор купле-продажи или нет. А оказывается, там еще свидетели находятся какие-то, которые видели, как шарапову передавала деньги. А адвокат считает вообще, что это дело, ну, просто формально возбудили для того, чтобы специально не найти там никакого состава преступления и закрыть его. Отчитаться тем самым, что все, состава преступления нет, идите в гражданский суд, тут уголовка и не пахнет. Я считаю, как юрист, считаю, что формально. Потому что люди с той стороны заинтересованные, они люди грамотные. Вот если обратить внимание на ситуацию, шараповые возбудили дело, и они туда, извините меня, таскают свидетелей, которые видели, будто бы, что она продавала автомашины. То есть получается так, что она стояла в ларьке и торговал машинами. Ну, это смешно просто. Оно, конечно, смешно, если бы не было так грустно, а иногда даже страшно. Вот к Солынину, Анатолию Викторовичу, к адвокату, после того, как он у нас в программе снялся, пришли гости. То есть какие-то граждане на три дня подряд стучались в дверь ногами, руками в моей квартире. И я, у меня организм сработал, я попал в реанимацию, бежал в больницу 10 дней. То есть три дня подряд в дверь кто-то стучал руками, ногами, долбили? Ну, стучали, кричали, телезвезда что-то кричали, что скоро твои выступления закончатся. Вот прям даже так, да? То есть намекая, даже не намекая, а впрямую говоря, да? С чем это связано? Впрямую говоря. А вы в полиции... Ну, я связываю это вот с проведенной передачей. Я, к сожалению, никуда не обратился. Меня увезли просто на скорую, и все. Я 10 дней в больнице. У меня до сих пор пока еще не пришел в себя. Вот в чем дело. Что тут может сказать, что может сделать полиция? Только произнести свою дежурную фразу. Ну, все же живы. Вас же не тронули. Как только, если что, то мы, конечно, сразу включимся. Включиться, конечно же, сразу. При такой-то дружбе между определенными чинами полицейскими и определенными членами ОПС уж не знаю, как они включатся. Это дело заинтересовало депутата Александра Хинштейна. Он не понаслышке знает, что происходит в Самарской области, точнее, в Новокуйбышевске. Он взял его, это дело, на контроль. Мы также со своей стороны информируем Александра Хинштейна о том, что происходит, как это дело расследуется, что предпринимается, кто опрошен, кто допрошен. Он также в курсе, что это дело связано с людьми, которые причастны к хищению нефти в Новокуйбышевске. При данной обстановке, которая сейчас есть в России с экономикой, я думаю, что подобные преступления, хищение нефти, а это воруют деньги у нас с вами, это из бюджета. Эти деньги не доходят до бюджета. Они идут чиновникам, полицейским, нечистым на руку. Эти преступления, подобные, должны приравняться к особо тяжким соответствующими наказаниями. Но я думаю, что это скоро, в ближайшее время это случится. На местном уровне это преступление расследоваться не будет. Вот так как оно должно расследоваться. Хотя все, все, что нужно для того, чтобы расследовать это преступление, чтобы найти, кто за этим совсем стоит, все для этого есть. Существует определенная традиция про расследование уголовных дел. Существуют именно допросы, так как они должны быть поставлены, а не в деревенском там клубе. То есть когда допрашивают как своего, родного, все-таки официальность должна быть соблюдена. И порученные эти следственные действия должны быть опытному следователю, не молодым, которые могут только протокол составить. Своей позиции какой-то уголовный делу нет. То есть тут нужен уровень серьезный, который исследователь, который может анализировать, сопоставлять и какие-то выводы делать. Мало того, собственник новый, который якобы покупал эти машины, эти транспортные средства, написал, что Шарапова всех обманывает, что он-то честный, он деньги отдавал, он покупал эти машины по-настоящему. А Шарапова всех обманывает, написал заявление в полицию. Значит, в милицию поступило заявление от Белоусова Алексея, якобы покупатель моей техники. И я так думаю, в это заявление указано и то, что мне были переданы деньги, то, что я мошенница, которая загладела и деньгами, теперь хочу отобрать эту тему. Но, увы и акт, не получается. Не получается. Если бы не было поддельных документов, если не было поддельных подписей, даже вопросов бы не было. Но так как дела обстоят так, что заведены уголовные дела, поэтому, то, увы и акт, я не удивлюсь, если появятся свидетели этой передачи, потому что ну, все дело тому и идет медленно, но верно. Вот это, вот это вот заявление, которое написал якобы новый собственник, это называется клевета. Это сейчас преступление средней тяжести. За это могут и посадить. Вы знаете, о том, что происходит в Майкубышевске, знают во всех профильных структурах. И в прокуратуре генеральной, и в ФСБ, и в Следственном комитете. Но, к сожалению, наша система правоохранительная, она очень медленно работает, да и люди с той стороны непростые, ведь это все создавалось, вот это вот ОПС, это же не только индейцы, это же и чиновники, и полиция, определенные работники, и Следственный комитет. В общем, там все это очень далеко, очень глубоко может уходить, очень высоко может уходить, вот так вот, правильно сказать, высоко. И справиться с этим не так легко. Но ситуация-то у нас в стране меняется понемножечку, медленно-медленно, но меняется, сейчас такие события происходят. И подобные кражи денег, это из нашего с вами кармана, это из бюджета, из бюджета страны, эти деньги могли бы пойти на какие-нибудь проекты социальные, а не как сейчас эти деньги будут уходить на подкуп заинтересованных должностных лиц, и на их хорошую красивую жизнь. В субботу я приезжала в Москву, я встречалась с уполномоченным представителем, я объяснила, что происходит у нас в Новокуржске. А уполномоченный представитель это кто? Как фамилия? Воронина. Я объяснила ситуацию, которая происходит у нас в Новокуржске. В общем-то, люди удивлены, потому что 90-е давно закончились, а у нас до сих пор это существует. Я попросила также, чтобы это дело было взято под, так скажем, под контроль федеральной службы и вывезено на федеральный уровень. Нам постоянно приходит информация, пишут письма, что происходит в Новокуржске. Но эту информацию нужно проверять. Вот одно из самых последних писем, в котором нас немножко упрекают, о том, что мы не говорим об автосервисе Сергея Положного, который называется СЕП Мотор Спорт. Допустим, есть некая фирма, которая находится недалеко от цеха номер 3, это Новокуржевского нефтеперерабатывающего завода. С этого цеха номер 3 проходит труба прямо на территорию этой фирмы, помещение, которое эта фирма снимает, которое ей принадлежит. В общем, таким образом можно предположить, воруется нефть, а может быть, уже готовый бензин. Это все нужно проверять. У нас много такой информации, мы ее по своим источникам проверяем, что-то подтверждается, что-то не подтверждается, потому что не все, что написано, является, не все, что нам присылают, является истиной. Все это мы собираем в такие папочки, потом содержимое этих папочек отправляется в соответствующие органы, которым очень интересно, что происходит в Новокуржевске и вообще в Самаре, в Самарской области. И рано или поздно содержимое этих папочек пригодится. Как говорится, вода камень точит. До свидания.